Чаревна Мария Максакова. Добрый вечер, здравствуйте, рада и бачите вас. Добрый вечер, я тоже дуже рада вас бачити и витаю всю нашу аудиторию. Огромное спасибо, что нашли ли нас сегодня время, Мария. Вы знаете, я бы хотел начать с обмена пленами. Во-первых, это грандиозная новость. Украине удалось вернуть 230 человек. Все наши ребята вернулись домой. И вначале об этом писали средства массовой информации, что все происходило при посредничестве одной из арабских стран. Но вот уже постфактум всплывает новая информация. Мы видим, что, во-первых, мы ожидаем еще один новый обмен пленами в январе, как сообщается, 120 на 120. И далее вот такая фраза. Тоже при участии Романа Абрамовича, который любит тишину. И вот мне интересно, в чем ценность, какое влияние Романа Абрамовича. Ну, извините, пожалуйста, Романа Абрамовича на все эти процессы. Ну, и в целом, хотел бы, конечно, вас попросить поделиться эмоциями после того, как вы узнали, что этот обмен все же состоялся. Я счастлива за каждую семью. Я безумно рада, что они вырвались из лап. Просто даже не зверья, а последних подонков. Понимаете, когда смотришь, как они там, видимо, содержались, потому что, когда они возвращаются, мы понимаем, что они выглядят совсем не так, как пленные, которые, вот эти вот оккупанты в Украине, которые почему-то, знаете, лоснятся и выглядят куда лучше, чем обыкновенный, это самое, блуждающий по террористическому консорциуму орг. Вот, то, конечно, это грандиозно, это огромное счастье, но я не могу не понимать, что, к сожалению, там еще очень много тех, кто ждут и надеются каждый день, что их вызволят из этого ада, потому что по-другому я даже не знаю, какое подобрать к этому слово. Я считаю, что это касается вообще, вот всех, кто попали в эту беду, это касается, естественно, оккупированных территорий. Там тоже люди страшно мучаются под гнетом этого ужаса. Каждый раз, когда освобождается территория, мы же понимаем, что там происходило. Это же ведь жутчайшие преступления, которым можно какие-то, может быть, параллели провести только с тем, что вытворяли нацисты. И поэтому я безумно рада за то, что это случилось. Я вам скажу, что Израиль иной раз и одного за тысячу берет, возвращает. Поэтому, разумеется, что говорить будут с кем угодно ради того, чтобы вернуть домой украинцев, вернуть домой тех, которые попали. Иной раз, знаете, вот тоже могу привести в пример. Есть программа «Хочу жить», по которой предлагается тем, кто не хочет идти на преступления, становиться убийцами, мародерами, грабителями и нарушать международное право. Вот они могут даже на подступах или одумавшись, если только они, конечно, еще не начали свою преступную деятельность, они могут обратиться и сдаться в плен и получить, конечно, совершенно другие условия и так далее. Я знаю, что не так, может быть, еще много по этой программе прошло, но интерес колоссальный. Чтобы вы просто представили себе у меня на только моем канале просмотры вот этих роликов, там более миллиона, то полтора и так далее. Но с другой стороны, я хочу сказать, это одно дело, когда добровольно. Люди сами идут и сдаются в плен, чтобы не совершать там преступления и так далее. В случае, когда украинцы борются за свою землю, когда украинцы защищают свой дом, часто случается такое, что это не то, что даже кто-то сдался, кто-то мог быть контуженным, кто-то мог быть раненым. Это ведь бывает совершенно поперек вообще идеи или воли. И вот в такой ситуации, оказавшись, рассчитывать приходится только на какой-то дипломатический процесс. И когда уж кто бы им не помогал... Понимаете, какая ситуация? То есть украинцы вынуждены разговаривать, в том числе и с Абрамовичем, если уж на то пошло, если вот, судя по тому, что вы сказали, это способствует вызволению украинских героев из ада этого плена. Но если уж мы обсуждаем это вот, значит, путинский этот кошелек, то давайте я вам немного о нем расскажу. Может быть, будет интересно зрителям узнать о том, что это такое. Значит, это путинский кошелек с 25-летним стажем. Он порученец его, внедренец его, и в том числе в мировую финансовую элиту. Он покупал Челси, как известно, для того, чтобы получить доступ к английской аристократии. И его самая такая знаменитая сделка, где он особенно выслужился, это когда он продал Сибнефть, Роснефти по завышенной цене. И вот эту многомиллиардную долларовую разницу, вероятнее всего, отдал в путинский бассейн так называемый. Дарил Путину яхты, самолеты, финансировал строительство его дворцов, значит, всякие манипуляции любимого путинского велочериста Ралдугина тоже. Также приютил и социализировал в Израиле путинского помощника и канцельери Молчуна, якобы беглого Чубайса. Вот, наверное, надо начать с такой компании под названием Евраз, металлургическая компания Абрамовича и ряда физиков в штатском, так бы я их назвала. Компания эта ведет свою историю с конца 90-х, создавалась при характерных для того исторического периода обстоятельствах. Значит, гигант этот много чего, конечно, покупал за годы существования своего, но для полноты картины, наверное, надо как бы этажом выше посмотреть, то есть самая устрашающая гидра – это вот этот МФК, такой банк вроде как, но скорее все же клуб. И вот это такой, как бы это сказать, клуб, наверное, веселых и находчивых расхитителей российского бюджета, Виксельберг, знаменитый своими яйцами Фаберже, находится, кстати, уже под санкциями. Вот, Абрамович многие годы санкции при этом избегал, не всегда успешно, но кое-что у него получалось. В 2005 году за 50 миллионов, кстати, он подарил Путину яхту, и шутливо в некоторых кругах это называли страховым полисом Абрамовича. Ну, конечно, не единственная цель, вот это самое, как бы это бизнес, бизнес, который с этим связан, надо понимать, нельзя разрывать с интересами Министерства обороны, вот так я бы сказала, Министерства войны, точнее, Российской Федерации. То есть он ведь не только Евраз, это, скажем так, это не единственный его актив, который поставлял металл на создание вооружений для Росармии. То есть есть еще и компания «Русал», где Абрамович долгое время являлся акционером наравне с Дерипаской. А эта компания поставляла металл для создания уже сеющих горе и смерть российских истребителей, бомбардировщиков и беспилотников. Поэтому он выполнял, конечно, все вот эти заказы с размахом, но, наверное, внешнеполитические функции он выполнял с вообще ошеломляющим, так сказать, размахом. Вот это я уже сказала, упомянула покупку Челси. Он справился, между прочим, с этим заданием куда лучше, чем Алишер Усманов, такой тучный олигарх, который должен был вслед за Абрамовичем купить еще и «Арсенал» лондонский, но фискальные службы вовремя раскусили творческий замысел этот и не допустили сделки. Поэтому, конечно, имеются определенные организаторские, скажем так, способности у него. И я подозреваю, что, понимаете, он ведь пытался внедриться во все элиты сразу. У него есть такое владение или поместье на Сет-Бартс. Это такой остров в Карибском бассейне, где он прославился грандиознейшими вечеринками, звездными, куда приезжали селебрити, мировые разные, и бизнесмены. И вот не удивлюсь, если все эти гости в какой-то момент становились предметом разработки, внедрения, возможно, подкупа. Поэтому он, конечно, ярко, так сказать, свою эту деятельность развернул. Вот. И, как я думаю, занят тем, чтобы, ну, как вам сказать, он все время то судится, то как-то пытается вытащить из-под санкций или из-под арестов, или из-под угрозы конфискации какие-то свои активы и лично самого себя. Была целая скандальная история по поводу какого-то странного способа приобретения им гражданства страны Евросоюза. Это все тоже, в общем-то, становилось предметом разбирательства по меньшей мере в средствах массовой информации. Но, опять-таки, подчеркну, что когда шел в Лондоне процесс между Борисом Березовским и Абрамовичем, то вот там Березовский утверждал, что Абрамович его вынудил за бесценок продать эту самую Сибнефть, тоже то, что я вам сказала в самом начале. А спустя пару лет, значит, продал Газпрому дороже почти в пять раз. То есть, чем купил, чем купил у Березовского. И теперь вопрос, чей карман, ну, понятно, если не Путина, попала львиная доля от этой сделки. И, соответственно, вот они, эти деньги, которые оказались, вот, так сказать, потом потраченные на разные вот эти способы внедряться. Но, опять-таки, теперь мы имеем ситуацию, при которой, при которой, еще раз, то есть очевидно, что это очень тесная связь, это и кошелек Путина, как я уже подчеркнула. Но при этом самое главное, что герои, что воины украинские вернулись домой. И тут я так думаю, что он пытается вот в этом смысле, ну, как бы вам сказать, очередной раз вот продемонстрировать, что он должен и может претендовать на какие-то поблажки в отношении себя. Скорее всего, он это из этих соображений делает. Ну, тут очень сложная чаша весов. По той причине, что я вам подчеркнула, как действует Израиль, и я разделяю эту точку зрения. Надо возвращать домой всех, кого мы можем вернуть домой, и кого не можем. Надо делать все, чтобы они вернулись. А, к сожалению, еще много и много работы впереди. Это касается и героев Азова, это касается очень и очень многих. Это касается похищенных украинских детей. Это касается людей, людей, которые попали там, в эти самые застенки, даже как мирные граждане, которые просто не хотят видеть этих чертей. Поэтому это большая очень, к сожалению, работа длинная. И приходится, наверное, приходится, наверное, как бы вам сказать, идти на какие-то в этом смысле сложные переговоры ради того, чтобы войны оказались дома. Да, безусловно. Спасибо огромное. Это было очень интересно, Мария. Не могу вас, конечно, не расспросить по поводу Рамзана Кадырова. Как сегодня стало известно, глава Чечни предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне. А что случилось, скажите, пожалуйста? Ну, по-моему, это просто то, как себя ведет Хамас. Это террористическая тактика. То есть они относятся просто как к заложникам. Вот ко всем, кого они могут схватить. И вот такой предоставляют остальному миру сложнейший моральный выбор. Дело все в том, что, понимаете, как тут очень все комплексно. Они понимают только позицию силы. То есть все, видимо, хорошо, когда оно действует в одном таком, знаете, связанном кулаке отпора. То есть когда наряду с вот упомянутым вами радостным событием, и мы ждем следующего, я про обмен, в то же самое время надо, безусловно, добиваться успехов и выгонять оккупантов со всей украинской земли. То есть нужно, конечно, знаете, какие-то тревожные сообщения о том, что атакамсы, вы, наверное, читали, да, атакамсы некоторое количество, то есть Локхед-Мартин производит все время по госзаказу все более лучшие и лучшие и лучшие, а старые, ну, по какой-то причине датированы каким-то числом, после которого они вообще должны быть, то есть списаны, даже с консервацией сняты, списаны и вот отправлены куда-то там на металлолом. Они стали это опровергать, они стали это опровергать, потому что тут уже картина становится вообще какой-то невыносимой. То есть мы просим эти атакамсы, которые вы не просто не хотите даже для чего-то припасти для себя, вы их собираетесь выбросить. А для нас это вообще вопрос выживания, вопрос добывания победы для всей Европы и в том числе для Соединенных Штатов, потому что все сражаются за цивилизованные миры, западные ценности. Вот в этой ситуации, конечно, понимаете, мне, ну, как бы это сказать, я всегда реалистично стараюсь на это все смотреть. Здорово, во-первых, что, в принципе, какие-то утечки такого характера появляются, потому что этот, соответственно, вышедший уже в общественную дискуссию, как бы это сказать, аморальный, я бы так сказала, не моральный, а аморальный выбор, он, я думаю, сильно затормозит это все. И уж если они на то идут, чтобы брать себе новые произведенные, более, конечно, дальнобойные, более прогрессивные атакамсы, ну, уж действительно давно пора дать нам то, что им уже, судя по всему, совсем не нужно, учитывая, что 20 они нам дали. И, как известно, это не произвело к началу ядерной войны, которой они всех пугали, и поэтому говорили, что нам не дают атакамсы. Раньше, ну, вот, нам дали атакамсы, кстати, они были, и я так догадываюсь, что еще не все при этом ювелирные и мастерские использованы, но кто мешает дать теперь еще тысячу вот этих самых нужных нам ракет. Это касается точно так же и немецких Таурус. Сказали, что как только у нас появится атакамсы, ну, пускай даже в таком досадно малом количестве, но, тем не менее, уже вроде бы как эти красные линии, мы как бы вот уже, ну, как-то смешно уже об этом говорить, что раз этого уже, знаете, цепочка событий, которую они нам пытались навязать, не произошла, то что мешает дать нам сейчас Таурус? То есть после адских этих атак на Киев, после двух подряд, когда почему-то очень многие были в какой-то иллюзии, что, дескать, у них там кончатся вот-вот ракеты и так далее, уже не говоря о том, что очередное заседание Совбеза ООН по поводу того, что они собираются или уже купили из Северной Кореи не только снаряды, но и ракеты. То есть на фоне этого всего и на фоне того, что мы просим себе, уже такие, знаете, на грани списания для ракеты Атакамс, и на фоне этого всего еще выясняется ко всему прочему, потому что часть их смертельных этих смертоносных ракет не взрывается, и таким образом украинцы получают доступ и могут посмотреть, чем же начинены эти самые смертоносные ракеты, и каково же, вообще какой должна быть наша реакция, когда мы узнаем, что оказывается электронные компоненты, которых нету у агрессора, он умудряется через третьи страны закупать все в тех самых Соединенных, то есть страна-изготовитель этих там микрочипов двойного назначения, вот это Соединенные Штаты, да, через третьи страны куплено, но тем не менее 81% этих самых компонентов, как-то, понимаете, тревожно от этого становится, поэтому думаю, что наш вариант какой? Наш вариант только, знаете, снимать все затруднения или избыточную регуляцию для собственного противодателя, то есть я сейчас говорила с прекрасным экономистом, вот прямо перед нашим включением закончила эфир, Михаил Чернышев, это директор Института свободной экономики киевского, и он, как раз я ему задавала эти вопросы, а что будет, вот мы так стремимся в Евросоюз, естественно, мы за это платим какую-то невероятную цену, как, наверное, ни один другой кандидат или член Евросоюза не платил никогда. У меня тогда вопрос, почему бы нам в таком случае не воспользоваться теми уже большими шагами нашими друг другу навстречу, то есть, да, у нас есть теперь уже план, буквально дорожная карта, вот уже вот-вот произойдут дальнейшие какие-то шаги, но мы-то со своей стороны могли бы убрать избыточную регуляцию уже сразу, мы могли бы убрать, например, таможню вот из этого периметра границы с Евросоюзом, чтобы мы могли покупать комплектующие и так далее без задержек, в том числе для дронов, которые мы могли бы собирать. Мы могли бы пустить, в том числе, частный сектор в производство каких-то более сложных, наверное, какого-то более сложного вооружения. Вот говорят, ни один предприниматель не сможет никогда в жизни купить там ни одного самолета. Ну подождите, он еще не попробовал. Давайте дадим возможность, может быть, предприниматели. Этот бы вопрос решили. Дальше встает вопрос, а как бы нам заманить граждан Евросоюза, производящих вооружение, к нам, чтобы нам такого придумать, чтобы им было выгоднее у нас, чем пока у себя. Через несколько лет мы сами окажемся в Евросоюзе и, скорее всего, на нас распространится налоговое бремя довольно тяжелое, которое есть в Евросоюзе. А сегодня мы могли бы в одностороннем порядке заманить этого производителя к себе, потому что пока мы еще не обязаны такие высокие налоги ему предъявлять. Более того, мы можем вообще ему каникулы устроить, да не только ему, кому всем можно было бы устроить налоговые каникулы, взять и отменить, например, НДС. Или сказать, что вот как, допустим, в Польше есть национальная валюта и есть евро. А что такого было бы страшного тогда? Конечно, инвестор европейский подумал бы, о, конечно, я могу, в принципе, без сомнений, что я смогу вывезти там, допустим, или перевезти, сколько я хочу своей валюты. Почему бы не было бы возможным в конце концов наравне с гривной иметь еще и евро? Почему говорю? Мы же сказали, хотим Евросоюз. Мы могли бы явочным порядком, тем более так дорого это все достается, невероятно просто. Мы могли бы со своей стороны сделать все необходимые шаги. Это было бы даже, наверное, не 50 процентов, а 90 процентов этих шагов. И тогда, я вас уверяю, гораздо бы быстрее с их стороны тоже были бы сняты лишние какие-то, ну, пока еще юридически необходимые там вот эти вот границы, допустим, таможенные пункты и так далее. Но я считаю, что нам нужно в первую очередь, глядя на это, на все, думать о том, как развивать свою военную промышленность, как привлекать тех людей, которые бы с опытом и знаниями приехали бы к нам. Для начала хотя бы возьмем Евросоюз, куда мы уже точно знаем, что мы идем. Могу вам еще привести в пример такую страну, как Черногория. Представьте себе, что они придумали. Вот они это все, кстати, сделали. Причем у них все было довольно дешево, и их называли копилкой, потому что у них скопилось огромное количество именно монет, то есть евромонет. Но это даже ладно. Они умудрились стать членами НАТО, но еще пока являются кандидатами для вступления в Евросоюз, видимо, потому что условия созданы таким вот образом, что пока экономически они заманивают к себе европейцев с деньгами, инвесторов, со знаниями и так далее. И более того, они отменили для них все миграционные вот эти процедуры. То есть не только на 90 дней, которые у нас сейчас существуют взаимно, украинцы ездят и, соответственно, иностранцы, европейцы, граждане Евросоюза, я подчеркну, могут приезжать тоже, соответственно, на какой-то там срок 90 дней, по-моему. Но они сделали иначе. Они со своей стороны сказали, пусть живут сколько хотят, тратят здесь свои деньги, организовывают производство, инвестируют в нашу экономику. Я считаю, что, учитывая вот все то, что... Потому что если смотреть на вещи реально, то надо понимать, кто наш друг, а кто, понимаете, не следит за точным исполнением санкций. У другого своего собеседника у Гарри Юрия Табаха спросила, скажите, Гарри, а возможно ли для Соединенных Штатов отследить, куда попадают вот эти самые компоненты, ну, скажем так, двойного назначения? То есть в миксеры, условно говоря, там или в стиральные машинки, или все-таки в ракеты, еще к тому же в страну-агрессор, которая под всеми санкциями находится. Говорит ли человек, который возглавлял антитеррористический центр НАТО в Турции, который проработал в МС США, прослужил 30 лет, и который занимался в том числе оснащением Польши, там, самолетами и так далее, ну, в рамках НАТО. И говорит, он мне такого нет. И не бывает, чтобы мы не знали, что куда подставляется. Приводят примеры. Когда в частных и бытовых случаях какие-то там 25 наколенников, которые кто-то там купил и хотели перевести, и то уже знали, что и куда поехало. Ничего не может быть сделано так, чтобы Соединенные Штаты не знали или не могли отследить конечного потребителя. То есть это надо понимать так, что, к сожалению, нам противостоит очень и очень такой тяжелый какой-то, знаете, враг, который умудряется где-то вот все время то под ковром, то как-то, то где-то. И лучше всего было бы, если бы мы в авангарде процесса находились, полностью инициативу взяли в свои руки. То есть сделали, создали такие условия для производителей оружия, чтобы они приехали к нам и начали его производить у нас. То есть я считаю, что это единственный возможный ответ на все то, что они вытворяют, потому что иначе, понимаете, как сейчас идет предвыборный цикл в Соединенных Штатах. Все действуют в своих собственных интересах, передергивают кому как что хочется. Рассказывают нам про то, что это последние 250 миллионов, при том, что есть у них проголосованных уже фактически украинских денег, так вот говорить, около пяти миллиардов. А учитывая, как дозировано последнее время эти деньги давались, их бы хватило как раз на пять месяцев. И за эти пять месяцев уж как-нибудь, я думаю, пакеты бы эти все были приняты и дискуссия бы уже как-то пришла к какому-то конечному знаменателю. Поэтому, учитывая, что нас, как бы вам сказать, ну держат в очень таком сложном положении, потому что, ну, я понимаю, есть страны, которые, может быть, действительно в меньших количествах поставляют какие-то там, там, в тот же Казахстан. Потому что есть целая комиссия. Джим Убрайан возглавляет комиссию по тому, как и куда, значит, как действуют санкции и куда какие компоненты попадают. Выходит, сам сообщает, что вот, оказывается, значит, агрессор смогла, значит, сторона агрессора смогла купить через, там, перечисляет он, по-моему, Казахстан, Армения, Грузия, Арабские Эмираты, еще какие-то страны называл. Вот эти самые компоненты. И возникает вопрос, это что, они не знали, куда продают, те не знали, кому, для чего покупают, почему, куда она перенаправляется. Якобы замкнутый порочный круг, но это все не так. Это все какие-то элементы очень неприятного процесса, с моей точки зрения, аморального. И поэтому, раз все так, то давайте пробуждаться и видеть своего предпринимателя, видеть своего самого талантливого на свете украинца, который может абсолютно все. Это уже доказано. Это доказано, хотя бы даже возьмем эти последние адские два года, когда ни одна разведка мира не давала нам буквально шансов. Я-то твердо знала, я записала в первую, вот через несколько часов после того, как началась эта вот бомбежка, я сразу сказала, это абсолютно просто не знают люди, ни украины, ни украинцев. Украина победит, Украина выстоит, Украина будет в авангарде всех экономических процессов. Это доказано было за даже этот адский период несколько раз. И с генераторами, которые украинцы сами наладили все. И с топливом. Да с чем только, как только частный сектор бизнес и экономика вмешиваются со своей живой и животворящей энергией в те процессы, которые не получается решить иначе. Когда-нибудь еще поговорим, мне кажется, мы созрели еще и для того, чтобы обсуждать частные военные компании. Потому что в Америке, которая нам диктует, как надо воевать, как можно, куда можно, какие ракеты можно, куда, какие нельзя. У них почему-то разрешены частные военные компании. То же самое можно сказать про Великобританию. У них это можно, раз вы хотите связывать... Получается так, что военно-политическое руководство в какой-то мере по поводу принятия решений каких-то более, с моей точки зрения, единственно возможно, как это... Слава тебе, Господи, хотя бы французы сейчас сказали, что мы действуем абсолютно в рамках своей защиты. Ну, допустим, да, это, конечно... Но, тем не менее, раз так сложно идут все эти переговорные процессы по поводу того, как Украина может или имеет право освобождать, деоккупировать свои территории, ну, наверное, если бы появились частные военные компании, я думаю, что им бы не пришлось сталкиваться с таким количеством вот этой самой европейской и особенно американской бюрократии. Поэтому я, ну, не знаю, насколько вы разделяете мою точку зрения или нет, я считаю, что украинцы могут и сделают, и добудут свою победу. И все они могут сами и сделают обязательно. Вам спасибо большое, что я стала частью вашей большой и дружной семьи. Многому у вас учусь и буду учиться. Восхищаюсь, люблю, и слов моих нет, потому что просто, чтобы описать, с каким волнением я переживаю каждый, каждый виток, каждую, каждое событие. Есть очень много радостных событий. Мы с них начали сегодня. Дай бог, что мы дождемся в скором времени еще 120 героев украинских тоже вернутся домой. Но работы впереди еще настолько много, что, я думаю, нам, наверное, надо еще раз удивить всех так же не меньше, чем как в феврале и марте 2022 года. Мария, огромное вам спасибо за блестящий эфир. Было очень интересно. Всегда приятно с вами вести беседу. Берегите себя, пожалуйста. Всего самого доброго. Спасибо вам.